Друзья, сегодняшняя тема будет касаться того, почему вы не можете создать учетную запись Apple ID, почему выбивает ошибка и как решить данную ситуацию. Если хотите узнать, досмотрите видео до конца. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. А спонсор данного видеоролика Moneyback, сервис, который поможет вам вернуть деньги за донат в играх с Play Market App Store. Услуги Moneyback не требуют предоплат, они делают свою работу, возвращая деньги на ваш счет. А вы в качестве благодарности оплатите утвержденный процент от суммы возврата. Moneyback работает в рамках закона, пользуясь лазейками договоров оферты. Вдруг вы в течение года надонатили в играх сотни долларов, тогда вам прямая дорога к менеджеру Moneyback. По ссылке в описании и закрепленном комментарии. Компания Apple позаботилась так о каждом из нас, по каждому устройству тем, что есть всего три раза создание учетной записи на одном Apple устройстве. То ли это iPhone, iPod, iPod Touch, iPad, неважно, что это будет, Mac или MacBook. Вообще без разницы. На одном Apple устройстве можно всего три раза создать новую учетную запись. Понимаете? Не вводить уже ранее созданную, а именно новую создать, активировать полноценно. Так вот, когда вы покупаете БУ устройство, вы сразу должны понимать у владельца, спросить, сколько до этого было активации создано учетных записей. Потому что вы вслепую покупаете устройство, уже ранее три раза на нем создали Apple ID учетную запись. И все, вы уже четвертый раз не можете ее создать. Но свое уже, которое вы ранее пользовательство, вы можете зайти и использовать полноценно. Никаких проблем здесь не возникнет. Единственная причина, почему у вас не получается, потому что уже вы ранее на этом устройстве был пройден именно как раз вот этот барьер на всего три бесплатные учетные записи. Хоть платные, хоть бесплатные. Понимаете, это как хотите, есть всего три. И хоть, ну не знаю, больше вы не создадите никак. Будете даже обращаться в Apple, это политика Apple, к сожалению. Это маркетинговый ход, от этого никуда не сбежать. Так что вот так вот, ребята, выход вон находить. Где-то владельца тоже Apple устройства просит там создать. Создаете, активируете, полноценно заходите до рабочего экрана. Все. Выходите, человек обратно заходит в свою учетную запись, а ту, которую вы создали, вводите на это устройство. Все. Ничего сложного в принципе нет, если вникать. А, конечно, тот, кто первый раз столкнулся, для этого человека будет все очень сложно, запутанно и неприятно в итоге. Но решение есть. Я также это все оставлю в описании под видео и в закрепленном комментарии, если кому-то что-то будет непонятно. Хотя тут все как на пальцах разложил. Подписка на канал, прожмите колокольчик, чтобы потом не пропустить мое видео. Дальше больше, скоро увидимся.